Приветствую вас. Я бы вам сказал для начала так, что если вы редко встречаетесь с твоей женой, как вы говорите, то ничего нет удивительного в том, что она вас игнорирует. Там всё, с одной стороны, могла произойти достаточно легко такая отвязка её от вас, ну, то есть просто эмоциональное отдаление в силу того, что вы потеряли эмоциональную связь, друг с другом. Вот. Значит, это первое, да? И второе, то есть она так защищается, защищается от, значит, опасностей с вами сблизиться, чтобы потом не страдать, значит, от того, что снова с вами не вместе. То есть если вы хотите гармонизировать отношения, да, и сохранить семью, то мне кажется, что как минимум вам нужно поменять работу, чтобы чаще бывать с семьёй, чтобы она могла, я имею в виду ваша жена, полагаться на вас, чтобы она могла видеть вас, чтобы она могла чувствовать вас. Вот. То есть она человек и постоянно жить на расстоянии раз в полтора метра с вас, ну, видя это мало, мало для неё. Даже если она изначально, значит, ну, согласилась на такой образ жизни, то есть очевидно, что когда-то вы пропустили её отдаление, да, то есть не зафиксировали, не осознали, не уловили, вот. И всё, теперь она от вас отдалилась. То есть нужно опять восстанавливать отношения, нужно опять сближаться с ней, вот. Вам нужно опять с ней сближаться. Ну, готовы вы это делать или нет, это история отдельная, да? То есть, вот, образно говоря, что вы готовы делать для, значит, того, чтобы улучшить отношения. То есть, что вы конкретно сами готовы делать для этого. Вот. Из этого, в принципе, в принципе, и нужно вам для себя исходить. Вот. Вот, в принципе, такая история, такой момент первоначально. Вот. И, собственно, это вот, ну, совершенно необходимые условия для того, чтобы вновь, ваши отношения, скажем так, оффиксировались, да? Вот. То есть тут как бы вариантов-то на самом деле нет. Абсолютно. Вот. Это нужно понимать. То есть то, что вы делаете сейчас, явно, значит, ну, явно не соответствует, не способствует, точнее, какому-то вот улучшению отношений у вас. Вот. Вот. А значит, нужно что-то менять. Вот. И от того, значит, насколько вы готовы меняться, менять данный свой образ жизни, например, да? И становиться снова для нее мужчиной. Повторюсь. Не тем, кто работает, там, да, вот зарабатывает деньги и прочее, а именно мужчиной. Ну, вот. Если вы готовы стать для нее мужчиной вновь, то, ну, соответственно, у вас все наладится. Вот. Как мне видите. Значит, значит, тут я вот думаю, что в зависимости от ваших психологических портретов, да? В зависимости от того, насколько вы открытые, например, личности, да? Насколько вы, ну, допустим, активные. Вот. К примеру. Можно, там, соответственно, выбрать определенную стратегию поведения, да? Вот. Вот. Для вас определенную стратегию поведения можно выбрать. И ее, как бы, придерживаться. Вот. То есть, я честно, честно скажу, я не знаю, я не знаю пока, какая это именно стратегия поведения. Я не знаю, что именно вам, значит, ну, к примеру, нужно делать, да? Я не знаю, потому что мало информации о вас с личком. Если рассказывать подробнее о себе, о своих отношениях, а жене, о том, что между вами общего, к примеру, и так далее, то, в таком случае, можно будет уже, в общем и целом, ну, тогда вам, значит, что-то рекомендовать. Вот. Тогда можно будет вам что-то советовать. Вот. И, соответственно, какую-то терапевию внимания. Вот. Такая вот история. Ну, вот, в принципе, так. Надо сказать, что-то вы... Что-то вы написали, это следствие. Это не... Причина. Причина, это вот то, почему вы стали так раб... Так работать, причина, почему вы стали так... Так мой вести образ жизни. Вот. И чего вы ожидали от жены. Как говорится, встречается, что вы ожидали, что она будет вас ждать или как. Она тоже человек, и вам, и в этом смысле, у нее есть какие-то попрепности, которые не всегда, к сожалению, удовлетворяются, удовлетворяете вы, судя по тому, что пишете. Вот. Так что... Такой вот вам ответ можно дать. А в идеале, чтобы вы обратились оба к психологу, и чтобы мы вдвоем поработали с вами, тогда можно будет уже о чем-то говорить. А... На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду раб помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Анастасия